Всем привет, друзья! С вами сегодня Турямбыч. Казалось бы, совсем скоро уже Новый Год, и какие могут быть поводы для того, чтобы у тебя бомбануло? А вот поводы-то нашлись. Я тут посмотрел про новую паназиатскую ветку крейсеров от Лесты, и, честно говоря, чем дальше в лес, тем больше дров, потому что если, в принципе, игра World of Warships, а потом и Мир Кораблей позиционируется как исторический экшен, военно-исторический реалистичный экшен, то чем дальше мы идем от истоков, тем больше начинается эльфизма, и Гэндальф нервно курит в сторонке, если честно. И вот эта ветка панамериканских крейсеров, она как раз уже, в общем, шагнула за любые границы эльфизма. Речь, кстати, не о кораблях. Ветки, понятное дело, что здесь набрать одних, там, не знаю, аргентинцев или бразильцев достаточно сложно. Тем не менее, кстати, Южная Америка вполне себе даже морская держава, которая строила большое количество кораблей. Однако, здесь мы с вами видим такую весьма сборную солянку. Первый британец, этот, возможно, американец, вполне себе даже напоминает он там Олбани примерно. Дальше идет, скорее всего, еще британец, еще британец, это тоже, скорее всего, британец, судя по надстройке, хотя, может быть, и американец. Дальше у нас вообще идет итальянец, потом идет британец опять снова, судя по надстройке. Дальше начинаются американцы. Раз, два и три американца. В общем, к этому-то, на самом деле, претензий особо нет. Понятное дело, что ветку составляли из того, что было. А теперь давайте почитаем про ее характеристики. Это будут легкие крейсера, у них будет хорошая скорострельность, но слабое бронирование, небольшой запас очков боеспособности. Однако, будет хитрая ремонтная команда, которая восстанавливает аж 50% урона, полученного в цитадель со второго уровня. То есть, ну, такие полуминотавры, да, как британские типы корабли, но без дымов. То есть, у них будет хорошая маневренность. Фугасы, вроде, как бы должны быть, да. Мы так представляем, как играть на американских крейсерах. Там фугасы, пью-пью, вот это вот все. Четвертого уровня начинается габ. Есть торпеды, получается, здесь тоже с четвертого уровня. Дальше корректировщик добавляется. Ну, и потом заградка габ и боевые инструкции. А боевые инструкции здесь будут следующим образом работать. Вот количество попаданий будет быстрее перезаряжаться вашей, ну, и хилки, и все остальное. То есть, чем больше вы стреляете, тем больше быстрее ваши расходники перезаряжаются. А с седьмого уровня, обратите внимание, добавляется ремонтный дивизион. Ну, точнее, я даже немножко, кстати, забежал вперед по поводу того, как будет работать механика пристрелки. Здесь, как написано, получает бонус к пробитию фугасов, динамики корабля. То есть, максималка и мощность при разгоне, перекладка рулей увеличивается. Ну, и, в общем, если активировать инструкцию на Сан-Мартин с командиром, у которого изучена инерционка, можно пробивать броню в 50 миллиметров. Условия активации сложнее, чем у суперкораблей, однако в то же время дают существенный бонус к характеристикам корабля. А теперь давайте отвлечемся. То есть, фактически, есть корабль, на котором люди начинают стрелять, и у них практически начинает подгорать жопа, потому что у них, чем больше они стреляют, тем им страшнее. У них увеличивается максимальная скорость корабля, то есть, они так разгоняются, начинают лопатами забрасывать быстрее уголь, у корабля быстрее раскручиваются винты, там он шустрее поворачивает. Ну, выглядит пока это все странновато. А вот дальше будет еще веселее. Поменяли панамериканский крейсер, сегодня с утра вышел патчноут, и что будет? Убрали фугасы? То есть, не будет улучшенного пробития фугасами, будут ББшки с улучшенными углами рикошета. Ну, то есть, типа, вроде бы как бы на Минотавре, а с другой стороны, может быть и нет, потому что про пробитие пока здесь непонятно. Изменные боевые инструкции. Шкала прогресса заполняется любыми попаданиями главных калибров. Бонус боевых инструкций – значительное ускорение время перезарядки снаряжения. То есть, вместо того, чтобы кочегары начали бросать больше угля, и там, не знаю, винты начали крутиться быстрее, просто все начинает работать быстрее, чем вы быстрее стреляете. Там, не знаю, может быть, они выпивают какие-нибудь напитки, там, типа, как папай-моряк, там, съедают, может быть, шпината или чего-чего там, кактусов каких-нибудь, что там в Южной Америке едят. И резко начинают быстрее все делать. Окей. Дальше. Здесь добавляются корректировщики, это все понятно. Загород огонь ПВО, корректировщик огня. Теперь восьмеркам-десяткам добавляется поисковая РЛС, которая, кстати, тоже будет быстрее перезаряжаться от того, что вы больше стреляете. То есть, больше стреляете, быстрее все перезаряжается. И теперь, друзья, ремонтный дивизион добавляется на корабли с шестого уровня и выше. Они, теперь эти ремонтные дивизионы, восстанавливают до 80% урона. То есть, представляете себе, идете вы на корабле такой, идете-идете, тут вам оторвает, не знаю, полкорабля. Да, попадание попадает, не знаю, полкорабля оторвало. Ваши товарищи начинают быстро бегать, вы стреляете из пушек, у вас начинает отрастать новый корабль, прям, где был старый. И все нормально. А может быть, даже не 50%, а может быть, даже 80%. То есть, как червячок, знаете, из которого выросло, чуть-чуть отрезали, и из этого куска вырос новый червячок. Вот примерно так же будут работать наши панамериканские крейсеры. Короче, друзья, я не знаю, что об этом думать. Возможно, конечно, кому-то пофигу на это. Да мне-то лично пофигу. Просто меня немножко напрягает, что реальная игра позиционируется как военно-морской исторический экшен, а исторического здесь только модельки кораблей. И это стало особенно понятно после введения подлодок. Напишите, пожалуйста, ребят, что вы думаете по этому поводу. С вами Традиционный Турямыч. Поздравляю вас с наступающим Новым Годом. Скоро увидимся, услышимся. До новых встреч и пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok